Утром поездом отправляемся в Пизо. Билеты на поезд в Италии стоят значительно дешевле, чем в Великобритании. Это не может не радовать. Двери по какой-то причине не захотели открываться. Быстро побежали. Примерно около часа ехали на поезде. Приехали в Пизо, рюкзаки сдали в камеру хранения на вокзале и пошли гулять. Сделали несколько десятков шагов и сразу уперлись в памятник Виктору Эммануилу II, королю Италии, на площади, посвященной ему же. Идем, как и все туристы, смотреть покосившуюся колокольню. Проходим многочисленные кафе и магазины. Пизо славится своей кухней, в которой преобладают морепродукты и традиционные тосканские блюда. В городе широкий выбор ресторанов, баров и кафе, где можно насладиться аутентичной итальянской кухней. Но, как я говорил раньше, лучше отойти от туристического маршрута, в любую сторону метров на сто, и там можно вкусно поесть. И дешевле все это обойдется. Пизо также является университетским центром, а его престижный университет был основан в 1343 году и считается одним из старейших в мире. Пизо известна своей богатой историей и культурным наследием. Главной достопримечательностью города является Пьяцео де Мираколи, площадь чудес, где находится знаменитая Пизанская башня. Построенная в X-XIV веке, башня стала известной своим наклоном, вызванным нестабильными грунтами. Сегодня Пизанская башня является одним из самых узнаваемых и популярных туристических объектов в мире. В Италии понравилось пиво Перони и пиво Моретти. В Великобритании тоже продается пиво Моретти и пиво Перони. Но Перони только один сорт. Вот этот. Это единственное пиво, что мне нравится в Англии, иногда пить в жару. Ну еще правда пиво Сан-Мигель, которое пью в Англии не только в жару. У меня сложилось такое впечатление, что все пиво в Великобритании сейчас варят, используя водопроводную воду, и оно все похоже на дерьмовое пиво Будвайзер. Проходим здание, на котором присутствует герб Медичи. Идем смотреть достопримечательности. А богатов все время думает о пиве. Подходим к реке Арно. На берегу реки Арно стоит одна замечательная церковь. Мы вернемся к ней на обратном пути. Перейдя реку по одному из старейших мостов Пизы, попадаем в старый город. Впереди памятник Джузеппе Гарибальди, итальянскому полководцу, революционеру, национальному герою Италии. В архитектуре старого города сразу же чувствуется влияние семьи Медичи. Когда-то Пиза имела свой порт на море, но со временем берега заилились. И теперь Пиза находится на некотором расстоянии от моря. Все течет, все изменяется. Памятник Галилея Галилею. Родился в Пизе. Физик, астроном, математик. Конфликт с католической церковью чуть не стоил ему жизни. Многие помнят его по произнесенной им фразе. И все-таки она вертится. Но, возможно, он этого и не говорил. Просто собачка, пизанка. Интересная мастерская. Пизанец, просящий милостыню. Пизанец, просящий милостыню. Уже видны старые крепостные стены, когда-то окружавшие город. Находясь в Италии, у меня сложилось мнение, из увиденного, что правила уличного движения здесь мало кто соблюдает. Надо быть осторожным, даже когда переходишь дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Могут и не пропустить. Нужно быть предельно осторожным и смотреть по сторонам. Меня это немного шокировало. Уже издали можно увидеть знаменитую Пизанскую башню. Выходим на Пьяцео де Мираколи. Или по-русски на Площадь Чудес. Ну вот. Знаменитая Каланча. Впереди виден Пизанский собор. Санта Мария Асунта. Кратко об истории постройки Пизанской башни. Строительство башни происходило в три этапа в течение 199 лет. Начали ее строить в конце 12 века. В 1173 году башня начала проседать после того, как в 1178 году строительство дошло до второго этажа. Это произошло из-за всего лишь трехметрового фундамента, установленного в слабом, нестабильном грунте. Впоследствии строительство было приостановлено на большую часть столетия. Первоначальные руководители строительства колокольни исчезли в неизвестном направлении. Почти через сто лет, в 1272 году, строительство возобновилось. Стремясь компенсировать наклон, инженеры построили верхние этажи так, чтобы одна сторона была выше другой, немного смещая и изменяя конфигурацию камней. Из-за этого башня изогнута. Строительство снова было остановлено в 1284 году, когда пизанцы потерпели поражение от генуэзцев. Седьмой этаж был достроен в 1319 году. Строительство колокольни было окончательно пристроено в 1372 году. Наверху колокольни есть семь колоколов, по одному на каждую ноту музыкальной мажорной гаммы. Самый большой колокол был установлен в 1655 году. Между 1589 и 1592 годом. Галилея Галилей, который в то время жил в Пизе, как говорят, сбросил с башни два пушечных ядра разной массы, чтобы продемонстрировать, что скорость их падения не зависела от их массы, в соответствии с законом свободного падения. Были предприняты многочисленные усилия, чтобы вернуть в башню вертикальную ориентацию или, по крайней мере, уберечь ее от падения. Большинство из этих усилий не увенчались успехом, некоторые даже усугубили ее наклон. В феврале 1964 года правительство Италии обратилось за помощью в предотвращении падения башни. Однако также было важным сохранить нынешний наклон из-за роли, которую этот элемент сыграл в продвижении туристической индустрии Пизе. Начиная с 1993 года, было добавлено 870 тонн свинцовых противовесов, которые немного выпрямили башню. Башня была закрыта для публики 7 января 1990 года, года. После десятилетия усилий по исправлению положения и стабилизации башни была вновь открыта для публики 15 декабря 2001 года и была объявлена стабильной. По крайней мере, еще на 300 лет, как утверждают современные строители. Удалось даже уменьшить наклон башни на 45 см. Башня пережила по меньшей мере 4 сильных землетрясения, начиная с 1280 года. В основном из-за мягкого грунта, находящегося под ней. Мягкий грунт компенсировал подземные толчки. Всего в мире падают около 50 башен, в Италии их больше всего – 7. В Павии, в Италии в 1989 году рухнула башня, построенная еще в 11 веке. Это послужило сигналом, чтобы в Пизе закрыть башню для посещения. А в Болонье, например, есть еще две падающие башни – Азенели и Горизенда. Но более раскрученной для туристов является Пизанская башня. И многие туристы толпами пытаются удержать или толкать ее, делая селфи на фоне башни. Сделали перерыв на пиво с кофе. Ире очень понравилось пирожное. Ира, как оно называется? Канола. Что канола? Пирожное. Канола. По интернету купили билеты в Баптистерий и в собор. Направляемся в Баптистерий. Но он оказывается закрыть со 2 октября до 1 декабря. Ах, эти итальянцы, закрыли на реконструкцию. А билеты по интернету продолжают продавать. Жаль, не удастся посмотреть. Это сооружение более позднее, чем Пизанский собор, и более раннее, чем Пизанская башня. Самый большой Баптистерий в мире. Начали его строить в романском стиле. Видно по первому этажу. А закончили в готическом. Более 200 лет строили. Делать нечего, идем в собор. Санта-Мария-Асунта. Пизанский собор, также известный как Санта-Мария-Асунта. Святая Мария. Строительство собора началось в 1064 году. Расходы на строительство были получены за счет трофеев, полученных в боях против мусульман на Сицилии в 1063 году. Собор был окончательно построен в 1180 году. Собор является примером пизанской романской архитектуры и своей неповторимой внешностью. В 1595 году собор пострадал от пожара. Внутри собора находится богатая коллекция искусства и религиозных артефактов, включая фрески, скульптуры и алтарные картины. Также в соборе находится скрипторий, где создавались и хранились рукописи. Кроме своей уникальной архитектуры, собор также славится своими внутренними украшениями, такими как деревянные кассеты на стенах, мозаичные полы и богато украшенный алтарь. Санта Мария Асунта. Продолжает быть активной католической церковью. Киссонный потолок из позолоченного дерева был выполнен в 17 веке. Он содержит росписи флорентийских художников и герб семьи Медичи. Монументальная мозаика. Христос во славе с Богоматерью и святым Иоанном Богословом. В главной апсиде была нанесена на стену в 1302 году и чудом сохранилась во время пожара 1595 года. Лик святого был выложен самим Чимабуэ. Это последнее творение выдающегося мастера сиенской живописной школы. Мозаика напоминает византийские образцы, а также имеет сходство с декором нормандских храмов на Сицилии. Жемчужину собора. Кафедра, изготовленная Джованни Пизано в начале 14 века и представляющая собой один из лучших дошедших до нас образцов итальянской средневековой скульптуры. Во время одной из перестроек собора кафедра была спрятана и заново ее обнаружили лишь в 1926 году. Верхняя часть кафедры состоит из девяти новозаветных сцен. Благовещение, избиение младенцев, Рождество, поклонение волков, бейство в Египет, распятие и две панели страшного суда. Начиная с 17 века в храме появляются грандиозные полотна лучших мастеров своего времени, изображающие святых выходцев из Пизы. В течение 19 века были произведены серьезные подновления внешнего и внутреннего убранства собора. При посещении собора можно воспользоваться аудиогидом за 2 евро. Одна из колонн отличается по цвету. В Пизе считают, что она приносит счастье тем, кто к ней дотронется. Наиболее почитаемой на протяжении веков является Мадонна Ди Сота Гли Аргани. Это греческая православная икона, датируется началом 13 века. Существует легенда, что движение маятника Галилей наблюдал на примере лампы, подвешенной в соборе к потолку Нефа. Сегодняшняя люстра имеет меньший размер и сильно отличается от той, что была при Галилее. Мощи святого Райнерия, покровителя Пизы. Райнерий был сыном купца и судовладельца из Пизы. В юности он был странствующим музыкантом. Во время своих путешествий он познакомился со святым человеком Альберто, дворянином с Корсики. Альберто поступил в монастырь святого Вита в Пизе и прославился своей работой во благо бедных. Райнерий был настолько впечатлен, что вскоре стал набожным христианином. В 1146 году Райнерий стал торговцем, бизнес приводил его во многие порты, и он разбогател благодаря торговле. Его путешествия привели его в святую землю, где, как говорят, ему было видение, из которого он понял, что его богатство мешает ему посвятить себя Богу. Он решил отказаться от своего богатства и жить в полной нищете. Он оставался в святой земле семь лет, жил нищим и посещал святыни. Гроб Господень, гору Фавор, Хеврон, Вифлеем. Его аскетизм был настолько чрезмерным, что, как говорили, Богу пришлось сказать ему, поесть. В 1153 году Райнерий вернулся в Пизу и поступил в монастырь святого Андрея, а затем в монастырь святого Вита. Там он прославился и стал проповедником, к нему относились как к святому еще при жизни, он, по слухам, изгонял демонов и творил чудеса. После его смерти его тело с пронесли по городу к месту упокоения в Пизанском соборе. Так и лежит засохший, как в обла почти 900 лет. Честно говоря, собор мне очень понравился. Особенно внутри. Я не совсем понимаю, почему так популярна Пизанская башня. А собор менее популярен у туристов. А какие двери собора. Это просто чудо. Проследуем на кладбище Компассанта. Это рядом с собором. Кладбище основано с 1277 года. По дороге нам встретилось техническое чудо. Это пылесос. Или эта штука траву стрижет. Или то и другое. До конца так и не поняли. Ну, траву стрижет. Классно? Нет. Какой мусор? Сейчас посмотрим. Как-то он плохо собирает. Хотя может десос. Пизанцы участвовали в первых крестовых походах, предоставляя свои корабли для доставки рыцарей из Западной Европы в Палестину и Сирию. После этого место стало называться Компассанта. Святое поле. На Компассанта хоронили самых знаменитых и богатых жителей Пизы. После того, как Пизу завоевали флорентийцы, здесь появились захоронения членов семьи Медичи. Честью быть похороненным на этом кладбище также удостаивались выдающиеся ученые, работавшие в Пизанском университете. Такие, как математик Леонардо Фибоначчи и другие. Менее почетных граждан хоронили под каменными плитами в галереях. Для захоронения также использовались римские саркофаги, предварительно очищенные от предыдущих останков. Стены галереи со временем были расписаны фресками. В начале XIX века кладбище превратилось в полноценный художественный музей. Этому отчасти способствовал приказ Наполеона о закрытии многих церквей на территории Италии. Тут можно слабо отмошел, пока пройдешь по этим охранениям. Фрески, какие-то сохранились, какие-то не совсем. Фу, я бы уже стал ходить. Тяжело все это. Тяжело все это. Мраморные надгробия это просто произведение искусств. В центре западной стены висят остатки цепей, некогда протянутых над рекой Арно, и закрывавших вход в Пизу со стороны моря. В то время, когда около Пизы было море. Возвращаемся обратно, переходим по мосту реку Арно. Вдали на краю берега появляется церковь, Санта-Мария-де-Ласпина. Похоже на резную шкатулку, изготовленную ювелиром. Церковь берет свое начало как небольшая часовня, сооруженная примерно в 1230 году у самого берега реки Арно. В 1333 году церкви пожертвовали один из шипов тернового венца, которым была увенчена голова Христа перед его распятием. После этого церковь получила новое название. Санта-Мария-де-Ласпина. Итальянское слово «спина» означает «шип». Расположенная на песчаном берегу, она на протяжении веков страдала от постоянных наводнений, сырости и разрушения в результате проседания почвы, разнуваемой водами реки Арно. Чтобы предотвратить церковь от полного разрушения в 1871 году, церковь перенесли на более безопасное место. В течение четырех лет, по камешку, церковь перенесли, кое-что заменили, некоторые скульптуры. Когда мы проходили рядом, откуда-то пахло ванилью, и на минуту показалось, что церковь похожа на тортик. Я не знаю, бывает ли эта церковь открыта. В данный момент она была закрыта, и не было каких-либо надписей и объявлений о возможности ее посещения. У меня сложилось впечатление, что немногие туристы знают о существовании этой церкви. Зашли на какую-то почти безлюдную улочку перекусить. Постом как бананы. Потом еще посидели, покурили в каком-то чудесном маленьком садике. С милыми, миниатюрными фигурками. Прошли около средневековых крепостных стен. Пришли на вокзал. Отсюда, едем в аэропорт Пизы. Летим обратно в Англию. С милыми фигурками. Это душа, 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 душа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хотелось бы заметить, аэропорт в Пизе небольшой, внутри много народу, шумно, нет места для курения. Поэтому, когда прошли все таможенно-паспортные процедуры, вышли обратно из аэропорта, и чудесно, спокойно посидели в кафе, на открытом воздухе, при аэропорте. Потом, конечно же, нас обратно пустили в аэропорт. Проблем никаких не было, но улетать в холодную и сырую Англию, не очень-то и хотелось. Всем пока, до новых встреч, до новых путешествий. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова